И я узнал, что у вас не было еще темы истории христианства. Будет, наверное, очень интересно об этом поговорить. И мне очень интересно будет вам донести что-то на эту тему. И я буду рад ответить также на ваши вопросы. У вас как принято вопросы задавать вообще? Или в конце? А у нас в конце. В конце, да? Получается, не вирус, как вы учите, а четвертый, а с первым, за ним делали, как будто АСК. А, замечательно. Так что готовьте ваши вопросы. И по теме, и вообще. Все-таки не часто у вас батюшки в гостях, я так понимаю. А раз пришел, значит, назвался груздем, полезай в кузовок. Так, и господа, я скажу, что наша, наверное, сегодня будет тема как раз обзора истории христианства. Я хотел бы, как христианин, как епископ реформаторской такой православной церкви, конечно, говорить об истории христианства и христианства Израиля, и взаимоотношения еврейского народа, и христианской церкви. И со своей такой позиции. У вас очень интересная школа, ведь у вас, пожалуйста, и протестанты, и католики, и православные, мессианские. То есть очень разные, с разных сторон у вас есть возможность посмотреть. Допустим, будет у вас католический ксенц, священник, будет у вас протестантский пастор, баптист, будет мессианский служитель, будет бывший мусульманин, допустим, что-то рассказывать вам. И каждый даст какой-то свой особый взгляд, наверное. Наверное, из-за того, что мы имеем некоторые особые переживания. И особое служение, конечно, у каждого из нас. И у каждого из вас тоже впереди особое, или уже сейчас особое служение. Своё, такое незабываемое, неповторимое. Вы знаете ли, моё служение, вкратце представлюсь, моё служение – это служение реформаторское православное служение. То есть я являюсь обновленцем, обновленческим таким священнослужителем, выступая за необходимость реформ в церкви православной. Ну и вообще, конечно, в христианстве. Не только. Я не обособляю, допустим, православие отдельным таким течением даже. Я считаю, что тело одно – Христа, Мессии, тело одно – церковь, она одна. И страдает ли один член, всё тело страдает. Поэтому, допустим, если у баптистов, допустим, или у католиков какие-то проблемы, то, я считаю, мне должно быть не всё равно. И чем больше мне не всё равно, тем более я, значит, в теле нахожусь. И являюсь живым. И являюсь живой частью именно живого тела, Мессии. А если мне всё равно, то это очень плохой знак. Скорее всего, я тогда являюсь, буду являться, значит, ну, не совсем живой частью тела, не совсем здоровой. А если мне вообще, знаете ли, всё равно и моя хата с краю ничего не знаю, вот такая моя позиция, то тогда, скорее всего, я болен очень серьёзным таким недугом, сектанство, знаете ли, обособничество такого. И я стараюсь быть живым членом и приносить пользу телу Мессии. Но, конечно, в первую очередь, конечно, я говорю всегда, где бы я ни был бы, в церквях ли, в общинах ли, в школах ли, всегда говорю о необходимости реформ в православном церкви и прошу ваших молитв также присоединиться. Вот эту неделю мы будем вместе присоединиться к молитвам о реформации в православной церкви. Я расскажу даже немного об истории реформации на Востоке. Это очень малоизвестная тема, вообще-то. Мало где вы сможете прочесть об этом. О том, что были некоторые реформаторы на Востоке православном, которые говорили и кое-что делали в этом отношении. О необходимости реформ в самой православной церкви. Тем более, что, я понимаю, большинство из вас будут трудиться в Украине. Ну, даже если вы будете где-то еще в другой стране, допустим, в России, в Белоруссии, где-то еще. Вот в наших странах, в особенности в странах бывшего безбожного Советского Союза, большинство людей так или иначе себя считают православными. И даже находясь, допустим, если, может быть, Бог вас призовет в исламскую страну трудиться, допустим, бывшего Советского Союза, то тогда и там вы найдете много православных христиан. И вам пригодится очень многое из того, что вы услышите на этой неделе. Я убежден в этом глубоко. Я Сергей Журавлев. Представимся. Я Сергей Журавлев. Являюсь архиепископом Украинской Реформаторской Православной Церкви. Сокращенно аббревиатура УРПЦ. Вы можете зайти на наш сайт alivechurch.info. живаяцерковь.info или же найти просто в поисковой системе в любой введите Украинскую Реформаторскую Православную Церковь. Попадете на сайт, либо где нас ругают, либо на наш сайт сразу попадете. И, в общем-то, женат, шестеро детей. Вам привет от моей супруги и от наших троих мальчиков, троих девочек. И вам всем привет. Привет. В общем-то, для традиционного православия это тоже нетипично, поверьте. Потому что в традиционных православных церквях считается, что епископ должен быть, вопреки Слову Божьему, именно безбрачным, именно монахом. Ну, к сожалению, такая средневековая традиция до сих пор, она существует. И вот только лишь вот, ну не только, вот в нашей церкви не так. Именно с самого начала обновленчества. 88 лет тому назад обновленческая церковь, значит, появилась на свет, в 23-м году. Вот скоро будет у нас такое празднество, такое будет, 88-летие. В храме Христа Спасителя в Москве, это был храм, большой храм, собор, он сейчас восстановлен в Москве. Он являлся тогда центром обновленческого движения, движения реформации в православной церкви. Так вот, именно там, на соборе 23-го года, официально, 72 епархии бывшего тогда Союза и заграничные заявили о необходимости реформ в церкви. То есть, подавляющее большинство голосов выступило за необходимость реформ в церкви. Все по-разному понимали суть этих реформ. Некоторые умеренные считали, что необходимы только лишь косметические реформы. Некоторые говорили, радикальные реформаторы, что нужны именно радикальные реформы, вероучительные, не только обрядово-богослужебные. Среди радикальных реформаторов был и Боярский Александр, дедушка нашего известного Д'Артаньяна, Михаила Боярского. Об этом мало кто знает, но его дедушка был церковным революционером, можно так назвать его, реформатором, обновленческим священнослужителем. И при том, в крыле именно радикальных реформаторов. Представляя собой Петербургскую и другие епархии, Боярский выступал очень смело тогда, будучи еще священником, тогда он не был еще епископом в 23-м. Он выступил за необходимость больших, серьезных, вероучительных реформ, в том числе и касательно еврейского опроса. Кстати, Боярский имел еврейские корни, об этом тоже будет интересно вам узнать. Его настоящей фамилией была Сегенюк, жена его Бояновская, из рода польских дворян православных. Его корни Сегенюка, они наполовину еврейские были, то есть он был наполовину еврей. Тоже немаловажно, да, для мессианского служения. Кстати, очень интересное совпадение. Другой радикальный реформатор того времени православного тоже был еврей. Наполовину, правда, тоже еврей. Это был Антонин Грановский с Полтавщины, реформатор, православный обновленец. Ну и были другие, менее умеренные такие, более умеренные такие реформаторы. Хорошо, это был далекий, извиняюсь, 23-й год, Москва, храм Христа Спасителя. Но это история, я хочу сегодня, наверное, рассказать вам об истории более древней, конечно, более древней. Что было в те первые столетия, наверное, истории христианства. Как мы дошли до жизни такой, что необходима была реформация. Вообще слово реформация, это не выдумывание что-то нового означает, а именно возвращение к хорошо забытому старому, восстановление, возрождение. И, кстати, союз, который возглавлял Антонин Грановский в 20-е годы, он так и назывался, союз церковного возрождения, или просто возрождение. До самого 27-го года, до момента закрытия этого союза. Хорошо, господа, я хочу сейчас, наверное, коснуться в начале истории христианства. Это будет интересно. Я подам эту историю сейчас, как я ее вижу. Любой историк, он субъективен, конечно, он выйдет со своей колокольной. Я стараюсь, как и многие другие историки христианские, я стараюсь пересмотреть историю, пересматривать ее, факты многие исторические, через призму писания. Так, я думаю, вернее мы сможем быть более объективными и выразить не свою лишь точку зрения, не точку зрения своей динаминации или конфессии, а постараться увидеть историю глазами Бога, глазами вечности, глазами писания. Это очень важно. Вся история вообще, мировая история, не только церкви, не только христианство, не только Израиль, вообще мировая история человечества всего, согласно писанию, это история отпадения и восстановления. Начиная с наших прародителей, Адама и Евы, да, и мы видим, как постепенно деградация приходила в общество, в народы. Мы видим, как постепенно все глубже и глубже было отпадение от Бога, и затем началось восстановление. И здесь поворотным моментом истории человечества всего стал Голгофский крест Мессии, стало распятие нашего Господа, и его кровь стала на самом деле поворотным моментом всей истории цивилизации. Восстановление началось, возрождение. И с того самого момента постепенно история мировая, это история восстановления, возрождения. Начинается писание со слов, как раз в начале Бог сотворил небо и землю, а в конце уже Нового Завета мы читаем, Иоанн пишет, и увидел я, говорит, новое небо и новую землю. Замечательно. Да, и мы с вами еще, по милости Божьей, знаем не только, как история развивалась, не только знаем то, что было, но и знаем даже то, что будет. Пусть не в деталях, но в общем мы знаем, чем закончится вся история. Мы знаем из Писаний, что будет очень тяжелое время, но мы знаем, что будет победа за Господом, мы знаем, что будет победа за Его народом, мы знаем, что вселенский Пурим состоится. И тот злобный Аман из Ада, бросавший жребий уже много тысячелетий о человеческом роде, он просто-напросто будет посрамлен окончательно. И это будет потрясающим событием мировой истории и завершением ее. А с другой стороны открывается вечность перед нами в Писании же Нового Завета, это вечность, бесконечность и, конечно, мы с вами знаем также еще драму некоторую этой вечности, потому что вечность не для всех будет, она прекрасной, не для всех она будет, знаете ли, такой желанной. И для многих людей, к сожалению, она будет и несчастной, эта вечность, это ужасно, конечно, но мы должны прилагать усилия, я так полагаю, чтобы как можно меньше людей изведала вечность ужасную, и чтобы как можно больше людей взошло на спасительный ковчег. Дверь открыта этого ковчега, эта дверь, это сам Иисус Христос. Записано у Иоанна, 14 глава, 6 стих, записано у Иоанна, 14, 6. Я есть путь истины и жизни, никто не приходит к Отцу, только лишь через Него, через Иисуса Христа. Он есть дверь овцам, это дверь отверста, она уже 2000 лет распахнута, и всякий, кто входит, он и выходит, и пажить находит, находит труд определенный. И мы, вошедшие на борт спасительного ковчега через дверь открытую Иисуса Христа, мы выходим в этот мир и находим большую пажить. Мы видим людей, которые, как во времена потопа, живут так, как будто бы нет Бога, нет Бога вообще. И нам выпала честь приглашать людей на этот борт спасительного ковчега, как вот в фильме том, помните, да, в недавнешнем нашумевшем фильме 2012, когда показали такой предполагаемый конец света в виде водного потопа, хотя мы знаем, что будет потоп огненный, земля, дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков. Мы знаем из писаний, что будет гораздо все драматичнее, чем изобразили голливудские режиссеры. Но если там в том фильме продавались за миллиард евро билеты на этот ковчег, то здесь мы предлагаем билеты даром. Помните, как жена президента, чернокожий президент Америки, он говорил, может, права была его жена, что предлагала лотерею такую провести, чтобы всех уравнять, и бедных, и богатых, чтобы люди были все в состоянии иметь шанс спасения. Но наш бог, он даже более милостивый, чем жена президента. Она предлагала лотерею, но бог предложил вообще спастись всем. Всех спасти. Вот милость нашего бога. Но, к сожалению, не все люди прислушиваются к этому. Но мы, я так понимаю, не сможем спасти всех, но по милости божьей хотя бы, вот тех, кого мы знаем, за кого молимся, кому благовествуем. И где бы вы ни были, куда бы судьба вас не забросила, где бы вы завтра не оказались, проповедуя слово, знаете, кому ли, православным ли, мусульманам ли, традиционным иудеям ли, просто атеистам, кому еще вы будете проповедовать слово Божье. Знаете, что наша задача, как можно больше людей, пригласить на этот ковчег. Слава Иисусу Христу, слава нашему Господу. Да, друзья мои. Так вот, история церкви. Такой обзор у нас будет. С чего она начиналась, история христианства, история церкви. Днем рождения церкви стал день распятия Мессии. В крови Христа, в крови Мессии родилась церковь. Рождение – это боль, кровь. Иисус сказал, что женщина, когда рождает, она терпит скорбь. Там написано, один из вариантов перевода, предсмертную агонию. Но когда родит, она не помнит этой скорби, этой агонии смертной, от радости. Потому что родился человек в этот мир. Жизнь, потому что появилась. Так вот, братья, сестры, так так и Иисус, он пострадал. Как женщина, в смертной агонии рожая, он рожал всех нас. И все возрожденные люди, евреи, неевреи, неважно, все спустя 2000 лет свое возрождение связывают именно с голговскими страданиями, с муками Мессии. И сегодня он, как после родов, уже с довольством смотрит на дело свое, на тех, кого он родил, на тех, кто рождаются по сей день. Многие поколения. Если Моисей был спасителем лишь для своего поколения людей, то Иешуа стал спасителем для всех поколений, для всех народов. Братья, сестры, что мы запишем? Началом истории христианства можно обозначить 30-й год нашей эры. Ну, примерно 30-й год нашей эры. Мы не знаем точного года рождения церкви, потому как мы не знаем точного года рождения Мессии, Господа Иисуса Христа. Принятая дата, я думаю, что многие из вас уже в курсе, да, об этом, что принятая официально дата 2011, допустим, лет от Рождества Христова, это такая условная дата. Ну, как условная? В средневеках, когда высчитывали именно рождение Мессии, когда же Христос мог родиться, то, как выясняется сегодня уже, выяснилось, сделали средневековые монахи ошибку в несколько лет. Сколько они ошиблись? Точно не знаем, но года 4 это точно. 3-4 года это минимум была ошибка. Возможно, чуть больше даже, некоторые предполагают ученые. Но можно, допустим, обозначить 4-й год до нашей эры. Вот примерно время рождения Христа. Дело в том, что первое христианство изначально, первое столетие, очень сильно отличалось от всего того, что было потом в христианстве. Во-первых, 3-4 столетия христианам даже и в голову не приходило, знаете ли, отмечать каким-то образом особым день рождения Иисуса Христа, Рождество. То, что мы сегодня знаем, как вот Christmas time, знаем там рождественские калятки, знаем там эти традиции. Мне очень нравятся украинские традиции. Знаете ли, я россиянин, но Украина стала моей второй родиной. И, значит, мне очень понравилось, это было как раз время Рождества, я когда впервые был в Украине. И я побывал в Западной Украине, как раз во Львове. В гостях там был Любомир и Гузера, грехокатолический, тогда он был помощником кардинала. И жил у отцов Василиан, и это было прекрасно. Я видел вертепы эти в городе, прям хоры, которые пели эти песни. Вообще, там много других этих каляток пелось. Я был вообще настолько влюблен во все это. А еще я полюбил жителей Львова, знаете, за что? Что они здороваются очень красиво. Слава Иисусу Христу. А я им, здрасте. А они мне, слава Иисусу, я говорю, здрасте. Одна бабушка меня пожалела. Батюшка, я вижу, вы не местные. Я говорю, да, первый раз в Украине, и вот первый раз во Львове. Она говорит, пожалуйста, не говорите здрасте. Что-нибудь, но не здрасте. Вот, и она объяснила мне, батюшка, вообще-то принято у нас говорить так. Слава на Вике, Богу Святому, или Богу, ну что угодно, только не здрасте. Это нашему людям, это по сердцу ножом прям. Я говорю, понял, исправлюсь, бабушка. И мне так понравилось. А первый день я думал, где я? Я на небесах или я еще на земле вообще? На улице, вот за место здрасте, люди так говорят. Они-то сами уже привыкли и как бы не замечают этого. А для меня это было таким шоком приятным. Знаете ли, я очень полюбил тогда Львов и помню. И хорошо. Но все эти калятки, все эти песни, они были незнакомы, конечно, первым христианам. И традиции, они родились уже позже гораздо, знаете ли. Начиная со средних веков, постепенно, поэтапно. Церковь обрастала, как корабль, какими-то всевозможными там этими ракушками, там может быть. Обрастала разными традициями, хорошими, плохими, разными. Ну, надо с этим разобраться сегодня. Кстати, один из православных священнослужителей, еще 19-го столетия, благодаря которому вышел синодальный перевод Библии, или как семинаристы шутят, сильно дальний. Да, слышали уже? Да. Ну, какой-никой, маемо-то еще маемо, да. Так вот, значит, это был Филарет Дроздов, митрополит московский. В 19-м столетии такой служитель был, священнослужитель Филарет Дроздов, митрополит московский. И он был таким прогрессивным священнослужителем, потому что он выступал за необходимость перевода Библии, чтобы Библия была доступна, понятна простому населению. Ну, 19-й век уже, знаете ли, на дворе, а россияне до сих пор не знают ни слова Божьего, ничего вообще, нет просвещения. Вот как бы и Филарет взялся за то, чтобы ликвидировать этот пробел. Слава Богу. Так вот, Филарет говорил так, что на церкви сохраняются традиции как предания, как истинные, так и ложные. Его спрашивали, а как же нам отличить истинное предание от ложного предания? Попади, разбери сейчас. И Филарет говорил так, что те традиции, те, допустим, предания, которые противоречат Слову Божьему, они есть ложные. Духу и букве Писания, они есть ложные предания, традиции. А те, что не противоречат Духу и букве Писания, они есть истинные. Но знаете ли, во времена Филарета, в условиях царской цензуры, в условиях такого гнета царизма, в условиях, когда церковь была заложницей сильных века сего или того, скажу на счет, что реформа была невозможна просто-напросто. Хорошо, вернемся все-таки к теме. Родился Христос, когда Он родился, мы не знаем тоже, не только год, но даже и месяц, и день мы не знаем. А то, что сегодня мы, допустим, празднуем христиане 25 декабря, 7 января, это дата довольно-таки условная, можно сказать. Иисус родился, вероятнее всего, летом или же, как сегодня предполагают, в начале сентября, но никак не зимой, когда животные были не в полях с пастухами, а были в вертепах как раз именно. И там при всем желании даже нельзя было разместиться путником. Да и перепись населения римскими властями проводилась исключительно в летнее время. В зимнее время она не проводилась просто-напросто, и никто с места не трогался никуда в зимнее время. И, в общем-то, до праздника трупов, наверное, до Рожхошана, стада были в полях с пастухами, как и описывается в Евангелиях. После живот, значит, животные все, вертепы были вычищены уже, выметены, и могли любые путники там, бедные, да и не очень даже бедные, просто, допустим, путешествующие, могли там жить даже, значит, и нормально себе жить. Это не были такие, знаете, скотские, извиняюсь, такие условия, это были нормальные, как бы, по тем временам, как бы, условия даже для проживания. То есть их, эти пещеры вычищали, выметали, все настолько, что там можно было даже проживать некоторое время. Ну, конечно, это не люкс, но все-таки что-то есть. Так вот, Иисус родился, вероятнее всего, летом, или же, как предполагают, в сентябре, за 4 года до официальной принятой даты. А то, что официальная церковь назначила Рождество праздновать именно вот 25 декабря, по старому стилю, по новому, 7 января, это просто-напросто такой религиозный плагиат, можно назвать. Потому что в древности, вот в те времена далекие, в эти дни как раз праздновались дни рождения божеств определенных, допустим, Бога Солнца, Бога Митры, и поэтому, как бы, в сознании людей, миллионов римских обывателей, эти праздники были выходными, временем гуляний, извиняюсь, всевозможных гуляний таких, подарки дарили и прочее. И когда христианство становилось уже государственной религии, вместо гонимой, уже государственной религии, официальной, тогда требовались праздники уже определенные, и вот просто-напросто людям сделали такую, как бы, ну, подмену, что ли. Вот такая иллюстрация интересная. Допустим, отмечалось раньше октябрьские праздники, так называемые, да, День революции. Там писали, День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Потом стали писать День Народного Единства в России. Как-то еще назвали этот праздник, не помню еще. То есть, дали другие названия, попытались в эти дни, чтобы люди привыкли уже, знаете ли, салатики, оливье всякие резать в эти дни, значит, уже собирать друзей, как бы гулять, значит, там, люди привыкли. Им уже было, как бы, все равно, даже по большому счету, это День революции или Народного Единства, как бы. Вот, но есть тема определенная для того, чтобы выпить, закусить, погулять. И вот так же было и столетия многие назад, примерно так же. Люди привыкли отдыхать в эти дни празднеств, привыкли посещать какие-то там служения. И вот было принято решение праздновать День рождения Иисуса Христа. Вначале Бога Солнца, потом была такая формулировка Бога Солнца Иисуса Христа, а потом просто Иисуса Христа. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, как сегодня называется в православии традиционном, этот праздник. И, ну хорошо, с Рождеством там мы разобрались. Мне жалко очень тех, конечно, христиан, которые одурманены такой многовековой религиозной пропагандой лживой. Знаете ли, очень цепляются сильно за традицию такую ненужную. Хотя я не против Рождества. Мне очень нравятся эти праздники, допустим, скидки рождественские очень нравятся. В Америке как раз вот на то Рождество, Christmas time, там много было хороших скидок таких, и я там прикупился хорошо. Да, ну серьезно, скидки такие хорошие. Но кроме праздников, кроме этих, я проповедовал в церквях американских, русских церквях, проповедовал там. Да и здесь, когда проповедуют тоже на Рождество, я говорю, что мы не знаем дня рождения Мессии, мы не знаем точной даты. И год мы знаем лишь так приблизительно, но мы знаем точно, что Христос должен родиться сегодня в сердцах людских. Вот об этом я как раз и говорю. Кстати, очень красивое совпадение. Во время франко-прусской войны, именно на Рождество было первое в истории человечества, еще со времен первого убийства Каина и Авеля, в истории мировых войн и кровопролитий, первое в истории братания вражеских армий, враждебных, воюющих армий. Именно на праздник Рождества. Думаю, это очень красивое совпадение, да? А как все произошло, я вкратце расскажу. Значит, окопы французские, немецкие, и время сочельника было рождественского, и готовились армии к наступлению, контрнаступлению, генерала пили шампанское, а младший офицерский состав и рядовые все там в шее кормили в окопах. И вот в это время кто-то вспомнил, что так и так, вот время-то Рождества, и запел гимн рождественский, подхватили, и представьте, километровые окопы были охвачены этим всеобщим таким пением, пелись песни эти рождественские. На другой стороне пели немцы, австрийцы, на другой стороне французы с детства знали те же самые песни, но на своем французском языке, и они подхватили. И вот пели, 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 прошел час, другой, третий, и допелись, спелись, спелись, братья. И они вышли из окопов, думаю, первым было очень тяжело, наверное, это сделать. Ну, каково, уже война уже шла, уже не первый день, знаете ли, уже кровушки было пролито достаточно, и пушечное мясо, в общем-то, это, как правило, ожесточенное такое. Так вот, и они вышли из окопов, без оружия, без убийств, да, и обнимались, братались, французы и немцы. Там, я был на том месте, кстати, там обелиск сейчас стоит такой небольшой, и, значит, там обозначено, что на этом месте, там было первое, это Бельгия, по-моему, Бельгия, да, территория, стоит мемориал такой небольшой, и там написано, что первое братание в истории войн, значит, враждующих армий. Но, конечно, когда донесли генералам этим уже обмывающим праздник Рождества, значит, что вот такая смута, что армии, их уже не разнять, они там братаются не в штыковую, а вот так вот в обнимочку налихаем там уже, что делать? Ну, да, генералы, они, значит, приняли решение растащить всех по окопам опять, даже были суды военно-полевые, зачинщиков этой смуты, как полагалось, тогда расстреляли даже, посчитали это предательством Родины, там, значит, там, ведь, представьте, священники, там, с одной и с другой стороны, священнослужители христианские настраивали своих солдат, это, мол, там, прусаки, там, а это вот французы-лягушатники, там, значит, они там готовили уже давно эту почву, значит, для этой войны, обосновывали ее, там, значит, там, понимаете ли, какие-то знамена уже придумывались, значит, там, патриотические, христианские, прочее, а здесь у нас все на смарку, коту под хвост, вся их религиозная пропаганда и политическая пропаганда, понимаете ли, Христос, он разрушил эти все вещи, но, да, расстреляли этих людей, и французы своих расстреляли зачинщиков, которые не хотели раскаиваться в этом братании, немцы своих расстреляли офицеров и солдат, но в памяти человечества осталось такое событие, я думаю, очень красиво, что это было как раз на Рождество, думаю, этим самым Господь что-то хотел показать человечеству, истребляющему друг друга, самую себя, самого себя, знаете ли, что есть Бог на свете, что среди этого ужаса, да, царящего на этой земле обреченной, есть Бог на свете, и есть Христос, есть тот, кто пролил свою кровь уже за все эти кровопролития, кто уже, знаете ли, совершил дело из искупления рода человеческого, и который может спасти всех, и французов, и немцев, и всех-всех-всех. Да, господа, когда Христос пострадал на кресте, совершил дело искупления, с этого момента история христианства и начинается однозначно. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры римлянами, римскими этими захватчиками, оккупантами, которые жестоко подавили сопротивление еврейское, и множество евреев погибло. Говорят, в той жуткой войне вообще в целом погибло больше миллиона евреев, была настоящая война. По-другому это не передать. И распинали захваченных в плен защитников Иерусалима. Но, знаете ли, Мессианская это первая община, вот все первые христиане, да вот наши старшие братья и сестры, они избежали этой злой участи. Они ушли все накануне этого страшного кровопролития, потому что такое известное, такое в истории событие было. Знаете ли, римляне пришли, осадили Иерусалим, обложили окопами, а потом ни с того ни с сего взяли и сорвали с места и ушли. И, знаете ли, как бы защитники Иерусалима, они на стенах, они как бы ликовали, думали, все, вот, наверное, и беда миновала, знаете ли, а делали с легким испугом. Не тут-то было. Они лишь римляне хитрили, они ушли на время, а потом собирались снова вернуться. Они что и сделали. А мессианские евреи, вот те первые верующие, да, первые христиане, они поняли, что здесь исполнение слов Мессии. Что, когда увидите Иерусалим, обложенный окопами, знаете, время уже близко. И они что сделали? Когда римляне ушли, они покинули город. Да, конечно, многие традиционные иудеи, многие, вот, патриоты, многие паломники, кто были там, и священнослужители говорили наверняка, о, вот, секта уходит, покидает Иерусалим. Ну, как говорится, баба, свозу, кобыли легче. Вот, значит, ушли эти люди, теперь, как бы, жить будет и проще нам. Но получилось так, что пришли снова римляне, и уже не отступали, знаете ли, пока не взяли приступом город. И будущий император Тит, полководец, руководящий вот этой компанией, вот, знаете, вот, взятие Иерусалима, он был, говорят, восхищен постройкой храма и зданием самим. И он распорядился храм не трогать, вообще-то. Он распорядился, чтобы храм не был поврежден римлянами. Весь город, пожалуйста, ломайте все, но храм не трогайте. И в римской армии была жесткая дисциплина, они не могли ослушаться, значит, командира своего. А как же быть? Ведь мессия говорил, что храм будет разрушен, камня на камне не останется. Так и получилось. Не как сказал генерал, а как сказал мессия. В момент сражения внезапно, как бы, нечаянно попал факел туда, на кровлю храма. Пожар. Римляне, рискуя своей жизнью, бросились тушить пожар. Не тут-то было. Как бы из-под подувала раздулся гигантский пожар. И евреям, и римлянам было понятно. Сам Бог сжигает свой же храм. Давайте сделаем перерыв и продолжим. Музыка. 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 Музыка.